Благословляй, благословляй, чей тебя, Господи, освящай на тебя, уповающий, поселю ли твои благослови, достояние твое, исполнение церкви твое захрани, Хасите любящий благолепию думы твоего, таки воспрослави, божественную твою силу не оставай нас, уповающих на тебя, мирмируй твоему дару, Церковь, контура священника, войска, и все людям твоим, яко всякое дание благо, и всяк дар совершенствующий, Исходя тебе, Отца Света, тебе славы и благодарения, поклоняй, высылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресною, во веки веку. Исходя тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресною, во веки веку. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресною, во веки веку. Исходя тебе, Отцу и Святого Духу, ныне и пресною, во веки веку. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, в сегодняшнем воскресном Иоанновском чтении мы с вами слышали историю о чудесном насыщении пяти хлебами и двумя рыбами, пяти тысяч человек, не считая жены детей. ПЕСНЯ 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 Продолжение совсем разное, у всех троих. Или другой пример, когда люди ухаживают за больным. Вроде тоже доброе дело, ухаживают за больным. Но одно дело, когда это делает организация, которая собирает деньги, оказывает какую-то помощь, но вместе с этим она не сбывает и про самих себя. То есть на этом она зарабатывает себе на хреб. Или человек ухаживает за своим ближним ради корыстной цели, ради приобретения материальных благ. Или же если ни первого, ни второго, то бывает просто из-за тщеславия, когда люди ради своего внутреннего, я, как тот гордый фарисей, который был не как прочий человек. Он и то делает, и другое делает, и вот в самом себе он возвышается. Григорий Низкий говорит, что в жизни мы бываем и печальны, и унылы, и раздражительны именно от того, что не творим добрых дел. Те люди, которые стремятся в течение жизни творить добро, те, и вспоминая о прошлом, радуются, и, живя настоящим, радуются, потому что они творят это добро. И, надеясь на благость, на милосердие Божие, они тоже радуются, потому что ждут от Бога не какого-то возмездия за его грешную жизнь, а именно как воздаяние за праведом. Мы будем судить самих себя не по злым делам, а по добрым. У Федора Михайловича Достоевского в одном из рассказов есть такая история про злую женщину, которая во всей своей жизни была именно злой. И вот однажды нищенка просила у нее помощи, а там в это время убирала свой огород, копала лук. И она взяла этот лук и запустила в нее. И вот потом уже в загробной жизни ангел-хранитель стал искать какие-то добрые дела. И, не находя ничего, он вспомнил про эту луковицу. И, видя ее в аду, говорит, цепляйся, я постараюсь тебя вытащить. Она ухватилась за нее. Ангел-хранитель тянул ее. Ну и люди, которые находились рядом с ней, просили ее, забери нас с собой. Но она стала отталкивать их, говоря, что нет, меня спасают, вы мне не нужны. И в этот момент лук и запорвалась. Вот, видя даже за то дело, Господь хотел ее спасти. И наша загробная участь будет определяться именно добрыми делами. Ведь все мы смертны, все мы так или иначе идем к этой черте, когда мы туда ничего не возьмем, ни богатства, ни славу, ни связи, ни друзей. А именно, будем оправдываться только добрыми делами. И вот помня эти вангельские сегодняшние слова, когда Господь сказал, вы дайте им есть, будем спешить делать добро. Потому что времени не так много, как мы видим, умирают и молодые, и сильные. И даже если это добро будет из каких-то корыстных целей, то все равно Господь засчитает это как за добро. Потому что каждое доброе дело не останется бесследным. И даже если начинает из-за корыстных целей, из-за славы, Господь приведет нас к большему. Будем помнить об этом, стремиться к этому. Да поможет нам всем в этом Господь. С праздником! С воскресным днем! Спасибо большое. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником воскресного дня. На предстоящей семейцей у нас с вами большой праздник. Это тысячелетие со дня рождения Пятага Благоверного Пьеза Владимира. Во вторник мы честим его. По этому случаю в нашем храме накануне будет совершено всеночное бдение. Завтра в понедельник в самый день праздника одна божественная литургия. Основные торжества будут проходить в храме Христа Спасителя, который возглавит святейший Патриарх Кирилл. Начало божественной литургии в храме Христа Спасителя в 9.30 утра. Также на следующей семейцей еще один праздник. Чтится обретение мощей преподобного Серафина Саровского 1 августа. Накануне, это в субботу будет, накануне всеночных дней, в самый день праздника одна божественная литургия в 8.40 утра. Причастник и причастник поздравить принятие святых христовых тайн. Храни вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok